Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. И что мы с вами сделали? Мы с вами сделали мороженку, маску для лица. И сейчас подробно на эту серию я вам оставлю отзыв. Маску для лица, сказала Света, договорилась. Для волос, конечно же. Мороженка. Мы ее тестировали с вами уже на Ксюше. Я сейчас второй раз помыла голову этим шампунем и нанесла маску. У меня созрел уже достаточно такой подробный отзыв. У меня питательный шампунь для сухих и ломких волос, артикул 01.93. И тоже такая же маска из этой же серии для сухих и ломких волос, артикул 01.97. По шампуню у него обалденный аромат. Он оранжевый, он пахнет мороженкой, для меня почему-то еще с примесью манго. Он великолепный. Класс. Он густой, он гелевый, он прозрачный. И промывает по мне средне. То есть первый раз вообще Ксюша, он с двух раз промыла Ксюшу, всегда хватает одного раза. И мне первый раз. Сейчас вот с одного как-то промыла, не знаю почему. Но тем не менее, все равно, все равно. Промывает он средне и нужно два раза наносить. То есть вот так вот. Он не сильно прям пенится. Вот допустим, если сравнить с линейкой Эксперт, сравнить, допустим, с шампунем Head & Shoulders. Он не сильно пенится и промывает гораздо хуже. Но так в целом все нормально. По маске за четыре раза вот сколько мы использовали. Два раза Ксюше, два раза мне. Вот сколько осталось. Ну еще на три, на четыре раза, наверное, осталось по стенкам. Это много, да? У нее менее выраженный аромат, чуть послабее. Но тем не менее, тоже пахнет вкусненько. По результату в целом. Волосы блестят. И у меня и у Ксюши. Это здоровый, хороший блеск, без утяжеления. Нет утяжеления вообще, от слова совсем. У маски расход достаточно большой. То есть у меня волосы ее прям съедают. Нет силиконистости, которая помогает как-то распределяться лучше. То есть распределяется она средненько. Да, и если у вас волосы сухие, то вообще распределяться будет плохо. Ее нужно достаточно много, чтобы напитать именно те участки, где сухо. По факту волосы блестящие. Блеск живой, здоровый. Мне пока все очень нравится. Зуда кожи головы не вызвала. У Ксюши волосы тоже здорово блестят. Хотя мы вот чем до этого пользовались и ботаникой. Эксперт белый. Ну, керасис я молчу. Живой, здоровый блеск. Очень классный вообще блеск. Супер. Я даже не сушила волосы феном. Хотя обычно всегда укладываю с вот этой серии. Мне очень понравилось. На Новый год я делала укладку. Я вам сейчас ее покажу, когда смою масочку. С гелем, с новинкой для завитков. Покажу, как это делала. Мне тоже очень он понравился, этот продукт. По нему отзыв тоже оставлю. Так что, в принципе, девчонки, берите, пробуйте, подбирайте под свой тип волос. Мне очень понравилось. На самом деле. И даже если у вас нормальные волосы, вот это даже для сухих и поврежденных, ломких волос, она вам не утяжелит. Я уверена. Поэтому классно. Пока хорошая цена, надо брать. Смыла маску. Волосы, знаете, такие скрипящие, блестящие. То есть не скрипящие от того, что чисто вымыты голова, и они пересушены. А вот как-то вот, ну не знаю, мне кажется, из всего, что есть в Фаберлик, вот этот шампунь, он дарит блеск сильнее всего, лучше всего. Гель для усиления завитка. У меня волосы абсолютно прямые от природы. Они могут немножечко подбиваться в местах, где пересушены. Артикул 0998. Но мне очень понравилось с ним делать укладку. Это у нас Кёрли Айкон. Да? Фаберлик. Что мы с вами делаем? Волосы подсушили полотенцем. Повесили его. И на мокрые волосы наносим гель. Он абсолютно прозрачный, очень плотный. Я вот так по рукам распределяю. И жмакаю. Я не скажу, что у меня прям будет завиток, у меня будет лёгкая волна. Но, что мне понравилось? Во-первых, объём. Объём на волосах крутой, классный, вообще супер. Вот я на Новый год такую укладку делала, и очень гармонично всё смотрелось. Прям вот очень гармонично. Вот так вот жамкаем, жмакаем свои волосы, не жалеем. Можно потом ещё, когда чуть-чуть подсохнет, поджмакать. Во-вторых, никакого эффекта утяжеления. Склеивание волос, что удивительно при такой функции-то, да? Что очень удивительно. И эффект объёма. Голова не зудела, не требовала её помыть. Но я ещё, знаете, как? Я, когда голова подсохла, из завиточки, волны все сформировались, я нанесла сухой шампунь на кожу головы. И я обычно через день мою голову, а здесь через два. И всё было достойно, и на следующий день прекрасно выглядели волосы. То есть укладка вообще потрясающая. Потом, наверное, через день я расчесала, потому что сейчас мы с вами расчесывать не будем, эту укладку. Через день я расчесала, и расчесаны они тоже выглядели классно, так объёмно, суперски здорово. И они хорошо лежали. Может быть, благодаря и морожке тоже в том числе, и благодаря этому гелю они хорошо лежали. Потому что мои до сих пор посушенные волосы, они без укладки феном лежат нехорошо, некрасиво. А здесь как-то хорошо, красиво, как будто гель ещё и кончики немножко как-то запечатала, и всё достойненько. В общем, когда высохнет голова, я вам покажу конечный результат. Но я очень довольна. Ради эксперимента даже прямым волосам вообще здорово. Скорее всего, даже буду повторять покупку. Потому что не всегда есть время посушиться феном, иногда даже лень. А тут так. А, ещё пробовала, кстати, вот мои вот эти волосянки, которые у меня заново растут после родов и беременности укладывать. И они тоже хорошо лежат этим гелем без склеивания, то есть без такой корочки. Кто гелем укладывал, чтобы понимать, о чём я. Вообще нонсенс. Суперски. Вот такая получается техчётки укладка. Я сухой шампунь сейчас на корне не применяла. Ну, прикольненько. Мне очень нравится. Волосы блестят. Я без света ещё снимаю. В тематике, считай, с моим освещением. Вот. То есть, мне кажется, если плочкой воспользоваться ещё на этот гель, вообще будет прикольно. Вот такая вот кладка, она держится сутки точно. Ещё кое-где местами мокрая. Вот тут уже сухая. И кончики как-то выглядят достойно. В общем, мне понравился этот гель. Вы знаете, когда вот так вот неохота волосы сушить феном, положился и всё. Если сейчас ещё сухой шампунь на корне сделать, то будет ещё прикорневой объём. И вот так вот 2-3 дня я могу ходить. Вообще здорово. Потом расчешешься, и объём он как-то ещё больше. Вот этот гель он ещё и объём даёт. Можно и вот так. Да как угодно можно, в общем-то. Смотрится классно. Мне нравится. И нет вот этого склеивания. То есть, волосы, несмотря на то, что это гель, они подвижные. Они подвижные, они блестящие, они мягкие. Да? Несмотря на то, что это гель. Очень странно. Так что, такие дела, мои хорошие. Я благородить цветочки. У меня их осталось всего 2. Как он правило, хлорофитом называется, да? И они разных сортов. Вот этот такой прямой, хотя здесь вот какой-то забился. А этот, у него листья загинаются, и он такой полосатый. И хочу размножить ещё их, потому что они дали много таких веточек. Я их сейчас оторву, а то они силы забирают у цветка и размножу. Потому что я очень люблю этот цветок, мне не так нравится. Особенно, когда весной, они такие пушистые. Были вот эти веточки. Сейчас, наверное, сначала поставлю воду. Вот эти вот, как отросточки, да? Уже с корешком даже, смотрите. И потом посажу в землю. Сегодня вот такая красота. Вчера весь день валил снег, но было морозно. И навалило его, не знаю, мне кажется, сантиметров 30 минимум. У нас и так его было много. Давно я такой зимой не помню, снежной. И даже в новостях вчера у нас под Тулой была авария. 120 машин одновременно на трассе. Представляете, даже трассу закрыли. Вот. А сегодня у нас 0 плюс 1. И валит мокрый снег. И его много. И он липкий, и ребенок радуется. Липит снеговиков. На коляске, конечно, тяжело ехать. Потому что, смотрите, видите, дорога возле дома опять не почищена. Но снег валит. И его полно. И он липкий. Сегодня опять придем мокрые до трусов, да? Да. День второй. У нас тут метель. Пипец. Деревья зато все белые. Красота. Вообще не проехать. Девчонки с коляской во дворах. Вообще не проехать. Я не знаю, буду писать жалобу в управляющих компаниях, потому что это трындец полный. Я не знаю, мы с коляской выезжали с дворов полчаса, наверное. Сходили на зон. И вы мне писали про санок. Для ванны много очень было отзывов, что он должен помочь. Я уже выжена вострила в магнит по таким дорогам. Вот, с коляской. Но, оказывается, я его на зоник заказала, и он пришел. В общем, забрала санок. Сегодня будем с вами его пробовать. Кстати, купила куртку. А то, что это зимних курток, приличных нет. Все промокаемые какие-то. Или уже короткие. Вот, ну повернись передом. В дочке-сыночке зашла, и там новая коллекция. Я думаю, в следующий год точно поносит. Такая куртка-пальто. И она непромокаемая, что очень ценно. Вот. И такая длинноватая. Я думаю, на следующий год поносит точно. Да, малыш? Да. Теплышко и хорошо. Да, вот так. И вот он заказик у нас. Озон. Крестюшку обвешали. Со всех сторон. Я, кстати, еще купила уксус. Уксус многие рекомендовали. Мой знакомый мне рекомендовал уксус на ночь приложить. Поэтому, если сейчас Санакс не возьмет, будем уксус пробовать. На коробке мы заказывали машинку. Вот такой для трека. С Ксюшкой, когда игрушки разбирали, нашли свой светящийся трек. Он большой, классный, интересный. У нас была машинка, мы покупали наугад. Она не подошла к треку. Я на Озоне купила одну. Они потом, правда, закончились. И вот сейчас нашли вторую для комплекта на вторик. Я смотрела уже размеры. И она к нашему треку подходит. Потом покажу вам это. И вот он, Санакс. Грязный какой-то пришел, правда. Вот про такое вы мне, по-моему, говорили, да? С красной крышкой. Вот я его на Озоне заказала. Аист. Будем пробовать сегодня средства для сантехники. И что тут у нас? Предназначен для чистки раковины. Металлос. Восприменение равномерно распределить. На 3-5 минут почистить щеткой. Смыть водой. Санакс Ультра. Ну, будем держать подольше. Посмотрим. Пошла кататься. Горка на площадке становится все больше и больше. Там есть ступеньки. Прикольно. Взяла с собой лопату. Пошла. Сейчас будет кататься. Зачехляешься? Одевайся, одевайся. Как здорово, девчонки. Вот я делала обзор вам на непромокаемые варежки, шапку и носки. Это вот в такую погоду просто потрясающие вещи. Варежки вообще не промокают. Они снаружи мокрые, внутри сухие. Правда, руки могут замерзнуть, если очень долго гулять. Потому что все-таки они снаружи мокрые. А так это просто находка. Ну, давай. Съезжай, торпеда. Пока-пока. Ух, красота. Вот, дядя, теперь горочка. Ой, далеко уехала. Вообще здорово. Что, девчонки? Попытка номер 47. Самокс. Ультра. Ой, какой он с мороза. Мне кажется, я скоро дыру на этом месте протру. И чистящих средств у меня будет дома больше, чем чего бы то ни было. Ждем. Прошло пока ничего. Сейчас пробкой заткну. Сейчас девчонки в комментариях написали, надо пробкой заткнуть, чтобы она не стекала, постояла. У меня есть вот такая новая, прикольная, кстати, штука, силиконовая. То есть ее можно никогда не вытаскивать. Она со сливом потом, хоп, закрывается. На серединку нажимаешь, и она открывается. Но я сейчас, девчонки, старую. Вот такую, которую я тут была, воткну и зафигачиваю еще. Ладно, вот так вот. Но если так не возьмет, я уже не знаю, что делать. Оставляю на час. Цветочек-то я посадила. Вот заказала тоже в Сбермаркете. Заказ делала там же, где и пробка. Вот это вот кашпор. Пока сидит уже несколько дней. Все с ним нормально. Еще даже стаканчики оставила. Может, еще один горшочек посажу. Красота, люблю такие цветы, вообще зелень очень люблю. Вот она в трек. Мостик тут ездит. Ксюша Дед Мороз два года назад дарил. Переходы, туннель и были машинки в комплекте. Одна сломалась. Мы потом заказали вот эту. А она не подходит. Поэтому будьте внимательны. То есть она не вмещается сюда в дорогу. Видите, она широковато. Ой, ой, хотела к треку пролезть. Вот эту мы заказали на Озон. Она была в наборе с треком еще несколько деталей. Причем было написано, что просто машинка. А вот эту сейчас заказали. Она была уже без деталей. Но, по сути, они, наверное, одинаковые. Они светятся. Так, запускаем. Так, поехали. У-у-у-у. Стрелки кто будет переводить? Сам. О, на горочку въедет. Уезжает. Ура! Он сам себе переводит, как ему нравится. Причем горочка такая, ну, достаточно высокая. Не все машинки сбежают. Не всем хватает мощности. Эта и хватает. Тарик вставила новую. Она такая из фикса. В общем, игрушка прикольная. Вот эта тоже, она так же светится. Сейчас рядом за ней ее пускаем. Давай я тут тебе помогу. Но синяя как-то шумит больше. Красная не так шумит, да, Катя? Да. Синяя как-то шумит больше. Ну, в общем, это здорово. Он, конечно, нифига почему-то не светится в темноте. Я не знаю, может, его на солнце надо заряжать при дневном свете. Он сидит у нас в пакете лежит. На машинке светится и здорово. Красушка сначала пугалась, а сейчас все еще он сидит. Не пугается. Ну, переведи там стрелочку, чтобы туда поехал. Не эту, другую надо, наверное. Нет. Сейчас мы подумаем. Мы, наверное, там неправильно соединили, чтобы они на круг тоже заезжали. Или в другом направлении их надо пустить. В общем, вот эти два соединения. Тут надо смотреть, как их соединять. Можно по-разному, чтобы они катались. Вообще здорово. Мне нравится, кому даже, играть. Мостик такой прикольный. Я хотела, кстати, к этому треку еще, ну-ка, не шуми. Докупить детали. Вот красные не так шумит. Ага. А нет, у детали отдельно не продаются. Думаю, может быть, какие-то еще там горки, еще что-то. Нигде не нашла. Я думаю, просто обычных таких деталей, чтобы расширить. Может быть, с мостиком какой-нибудь заказать, чтобы еще был мостик. И гонять. Машина выехала за пределы. Ну, классно. Вообще, игрушка прикольная. Вот два года как бы он у нас уже, и сломалась вот только одна деталь. Представляете, вот этот мост анакреснул, надо выкинуть вот от этого. То есть, достаточно такой крепкий. А название, если надо, потом найду и напишу. Я забыла, потому что их несколько разные. А у нас нет, они там разные. Мэджик трек, во, вспомнила, девчонки. Мэджик трек. Потому что их сейчас разных много. Вот у нас именно Мэджик трек. К нему вот эти вот машинки узкие подошли. Вот эта широкая, не знаю для чего. Она как бы ездит, ездит классно, но к нашему треку не подходит. И зашторила штора. У нас тут машина одна другую догоняет. Переводи стрелку. Вот теперь переводи. Нет, нет, вот эта, быстрее. Ой, ой, все. Или друг за другом, да, катается. Она так красивая, здоровая, яркая, интересная. Мне с собой нравится она расстыграть. Мне хочется прям деталей каких-нибудь еще. Чтобы было поинтереснее. Бух! Он его подталкивает красно-синего. Я боюсь, я мне дыру к соседям разъест. И, короче, сейчас солью все, почищу, посмотрим. Если что, попробуем еще раз. Слушайте, оно посветлело. Оно по периметру посветлело. Я боюсь, я сейчас сожгу все покрытие. Я не пойму, смотрите. Видите, посветлело, по периметру посветлело. Такое ощущение, что они тут каким-то клеем, блин, заливали. И вот это вот пятно осталось. Что оно ничем, ничем, блин, его не возьмешь. Вообще какой-то трындец. Вот, смотрите. Даже вот тут как будто тоже клей. Потому что он тоже с такой поверхности. Это как-то легче. А я еще черла вот такой вот губкой фаберликовской. В общем, звездец какой-то. Сейчас еще раз залью. Уже до смешного дошло. Я смешала санфор. Фаберликовский гель для ванны с эффектом белизны. И санокс. Сейчас вот так все переболтаю. Короче, будет вообще такой коктейль термоядерный. Посмотрим. Сейчас почти прошел. Я не знаю, что там под этой жидкостью. Ну, дыры вроде нет. Сейчас будем смотреть. Мне кажется, оно стало светлее. И местами отходит. Но у меня складывается такое ощущение, что это действительно какой-то клей. Потому что, ну, такая тяжелая артиллерия. Товарищ, ну, это звездец какой-то. Я уже не знаю, что мне с этим пятном делать. Я сейчас попробую еще уксус с содой залить на часок. А потом на ночь я уже намочу салфетку, как писали, бумажную. И приложу к этому месту тоже. Я уже не знаю, что с этим пятном делать. Все методы практически. Мне еще солито идет. Солито еще рекомендовали многие. Мне еще идет солито. Тоже на зону ее заказала. Буду еще ей пробовать. Но это пипец. В общем, если что-то получится, я вставлю. Если не получится, девчонки, я с вами прощаюсь. До следующих видео. Будем дальше бороться с этим пятном. Всех люблю, целую, всем пока-пока.